Придуманная в 2008 году Всероссийская олимпиада по математике имени Леонардо Эйлера для восьмиклассников была отменена в 2009 году по распоряжению Центрального оргкомитета. Всероссийское жюри и сообщество людей, которые работают с детьми, возмутилось и решило, что восьмиклассники все же заслуживают олимпиады высокого уровня. Первый день одной из таких олимпиад прошел и войти лице Казанского университета. Подробности в следующем сюжете. Олимпиада проводится уже 13 раз. Сейчас она общепризнана и проходила в 82 регионах России из 85. В войти лице на заключительном этапе участвовали 72 школьника. Создатели олимпиады сами придумали регламент, их система оценивания отличается от других. Например, мы не шифруем работы здесь, а в Москве шифруют, потому что там это необходимо, там могут разгореться стрессы. Здесь не могут. У нас несколько каналов для попадания на финал, в отличие от Всероссийска, где только один канал. Чтобы попасть на финал, надо набрать высокий балл на региональном этапе. Ребята не остались без подготовки. Были организованы специальные занятия. Иногородние школьники ездили в лагеря во время каникул на сборы, где у них проходили уроки. Сама олимпиада проходила по регламенту. Четыре часа. По окончании некоторые из участников поделились своими впечатлениями. Это моя не первая олимпиада. Я участвовал уже в прошлом году. По ощущениям я написал неплохо, но я считаю, можно было лучше. Как ты готовился? У нас в городе проходили сборы длиной в неделю. Мы сидели по три-четыре часа и решали задачи. Я уже достаточно давно занимаюсь математикой, с пятого класса, именно олимпиадой. Мне очень даже понравилось, наверное. Было очень интересно решать задачи. Также условия очень комфортные. Олимпиада будет идти до 26 марта. До этого члены жюри должны будут проверить все работы. Они будут оцениваться по 7-бальной международной шкале. В 12.00 в последний день будет показ их работ и подведение итогов. Алина Камалюдинова, Анна Мартынова, Виолетта Басова и Универньюс.